Вести Карачаева, Черкесия В Ленинградской области установили бюст героя России, нашего земляка, летчика Аса Канамата Баташева. В Карачаево-Черкесии полицейские общественники устроили для детей из Луганской и Донецкой народных республик спортивно-развлекательное мероприятие. Итак, главным новостям. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов в рамках рабочей поездки в Усть-Джигутинский муниципальный район ознакомился с технологическими этапами производства текстильной продукции Открытого акционерного общества «Селена» и ходом реализации инвестиционного проекта по созданию первой в стране линии автоматической сортировки полиэтиленового сырья, что позволит в два раза увеличить объемы производимой на предприятии продукции. «Селена» является крупнейшим в регионе производителем 500 номинований продукции текстиля для дома, полиэфирного волокна и синтепона с мощной производственной базой из высокотехнологичного оборудования с семью линиями производства. Компания поставляет широкий ассортимент продукции практически во все регионы страны. За счет мер господдержки предприятие реализует инвестпроект «Модернизация линии переработки вторичных полиэтиленовых бутылок». Несмотря на санкционную политику в адрес России, «Селена» готовится к масштабному увеличению объемов производства и уже готовы полностью заместить нишу ушедших с российского рынка импортных скандинавских производителей, написал после посещения предприятия глава Карачаева Черкесии в своем официальном телеграм-канале. На сегодняшний день на предприятии работает порядка 210 сотрудников, при этом запуск инвестпроекта позволит создать еще более трех десятков новых рабочих мест. Еще одним эффектом от реализации данного проекта станет повышение качества производимой продукции за счет применения современных технологий. Для реализации инвестпроекта предприятию предоставлена субсидия из республиканского бюджета. В Ленинградской области установили бюст героя России летчика Аса Канамата Баташева, сообщил глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Под Гатчиной появился бюст героя Канамата Хусевича Баташева, нашего земляка, бесстрашного воина и патриота. Он погиб, выполняя свой воинский гражданский долг, не смог остаться в стороне и принял решение бороться с нацистами в ходе специальной военной операции. Говорят, каждая спасенная жизнь дарит бессмертие. Своим подвигом Канамат Хусевич спас многих людей. И его бессмертие теперь в их жизнях. Написал Тимрезов в своем телеграм-канале. Глава республики поблагодарил за увековечение памяти нашего земляка, губернатора Ленинградской области Александра Дрозенко и жителя региона, где Баташев работал последние 10 лет в должности зампредседателя ДОСАФ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Напомним, генерал-майор погиб 22 мая в ходе выполнения боевого задания на Донбассе. Звание Героя России 63-летнему Канамату Баташеву было присвоено посмертно. По инициативе регионального исполкома «Единой России» из Карачаева-Черкесии для российских военнослужащих отправлено 18,5 тонн воды. Собрать данную помощь помогла мэрия Черкеска. Ранее в Донецкую и Луганскую республики были направлены три большегруза с дровами для военнослужащих российской армии и жителей. Также жители Карачаева-Черкесии в рамках всероссийской акции «Бабушкина забота» направили солдатам и жителям Донбасса и Луганска вязанные вещи. Были также отправлены книги, собранные в рамках акции «Одна культура. Общая история». За неполных два месяца жители республики и партийцы собрали для библиотек Луганской и Донецкой народных республик самую разную литературу – от сказок для самых маленьких до русской и зарубежной классики. В столице республики продолжается работа по замене устаревших ламп уличного освещения на новые светодиодные светильники. Более 50 таких светильников установили на въезде в парк «Зелёный остров». Ещё 70 новых фонарей освещают улицу Готикулова – от Демиденко до Октябрьской и проспект Ленина – от Доватора до Космонавтов. Новая линия освещения до конца года появится ещё на одном участке улицы Готикулова – от Демиденко до улицы Крайней. Акцент сделали на участках, где ранее были зафиксированы дорожно-транспортные происшествия. В Черкесске до 1 сентября также поменяют и установят около 240 дорожных знаков. 27 августа с 8 до 16.00 в Черкесске на площадке фудмаркета «Агропарк», расположенного по улице Свободы 62, состоится продовольственная ярмарка. Можно будет приобрести качественную свежую продукцию по ценам ниже рыночных от производителей Карачаева-Черкесии и соседних регионов. В широком ассортименте будут представлены мёд, хлебобулочные кондитерские изделия, молочная и мясная продукция, рыбные продукты, приправы и специи, овощи и фрукты, текстильные изделия и многое другое. Ярмарка проводится в Мэрии Черкесска. Заявки от сельхозтоваропроизводителей принимаются до 17 часов 26 августа. Подробную информацию можно получить по номерам 28 15 65 и 28 16 67. В рамках конкурса «Лучший учитель» четыре педагога смогут получить по 200 тысяч рублей. Преподаватели будут оценивать по их достижениям. Участвовать в конкурсе могут учителя со стажем не менее трёх лет и имеющий нагрузку не менее 18 часов в неделю. Подробности сообщила министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Республика принимает участие в данном проекте. Это премии на присуждение лучшим учителям за педагогические достижения в размере 200 тысяч рублей. В этом году у нас будет четыре победителя. В настоящее время у нас ведётся приём заявок и необходимых документов для участия в данном конкурсе. После того, как приём будет завершён, будет работать отборочная комиссия и после будут уже объявлены результаты. Участвовать в конкурсе могут все педагогические работники, стаж которых в образовательных организациях не менее трёх лет. Имеется нагрузка не менее 18 часов в неделю, то есть это ставка у педагогических работников. И есть определённые достижения как в учебной, так и во внеурочной деятельности. В 19 школах Карачаева-Черкесии появятся современные центры детских инициатив. Это будет место школьного объединения, настоящий штаб для ребят, место встреч и сборов, где самые активные ученики будут заниматься внеурочной деятельностью. Для работы центра будет выделено отдельное помещение либо зона в рекреации. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Карачаева-Черкесии Лейла Атаева. В программе модернизации системы образования есть четыре основные задачи, шесть мероприятий. И одним из мероприятий идёт как раз открытие центров детских инициатив. Что это такое? Это некое зонирование пространства, в котором будет собираться актив школы. Таким образом, подобная зона рекреации для детей-активистов это российское движение школьников, это представители движения юнармии, это различные, может быть, школьные спортивные клубы, это могут быть дети, которые занимаются в театральных кружках, ну и разные другие активности, которые сопровождают сегодня жизнь школьника. И надо дать детям возможность своего такого пространства, в котором они могли бы обсуждать интересы, обсуждать какие-то возможные мероприятия, в которых они бы хотели принимать участие. Два родных брата предстанут перед судом за покушение на убийство. Следственное управление завершило расследование уголовного дела в отношении двух жителей аула Хурзук. Вечером, 29 января текущего года, два родных брата напали на мужчину в центре Черкеска. Один из них не менее двух раз выстрелил в потерпевшего из огнестрельного ружья. В этот момент второй обвиняемый присоединился к преступным действиям своего брата, и они вместе нанесли несколько ударов предметами в область головы и туловище потерпевшего. Братья не смогли довести свой преступный умысел до конца ввиду сопротивления потерпевшего и оказанной ему медицинской помощи. Следователями допрошено более 30 свидетелей, проведены проверки показаний на месте с участием обвиняемых, в ходе которых последние детально рассказали все обстоятельства совершенного преступления. Уголовное дело направлено в суд. Три факта дистанционного мошенничества снова зарегистрированы в Карачаево-Черкесии. В полицию обратилась 40-летняя жительница Черкеска, сообщив, что в сети интернет она увидела объявление о выгодном вложении средств и связалась по указанным номерам телефонов. По рекомендациям незнакомых лиц она открыла брокерский счет на 20 тысяч. В дальнейшем, введя потерпевшую в заблуждение, данные лица убеждали ее перечислять денежные средства на различные счета. Обещанного дохода женщина не получила, деньги ей не вернули. Телефоны лжеброкеров не отвечают. Сумма ущерба составила 1 миллион 269 тысяч рублей. Второй случай. 77-летняя пенсионерка из Черкеска на стационарный телефон позвонил мошенник и убедил ее, что она разговаривает с дочерью. Тревожный женский голос сообщил, что она переходила дорогу в неположенном месте и ее сбил автомобиль. Далее трубку взяла якобы следователь Виктория Николаевна и рассказала, что водитель автомобиля после наезда врезался в дерево и сильно пострадал. Чтобы решить вопрос мирным путем, мошенница предложила передать 1 миллион рублей. Пожилая женщина поверила разыгранному преступниками спектаклю, сняла деньги со счета и отдала их прибывшему прямо к банку, курьеру, соучастнику мошенников. И третий случай. 60-летнюю жительницу поселка Московского преступники убедили, что на ее имя пытаются оформить кредит и под предлогом защиты обманным путем похитили у нее 45 тысяч рублей. В Карачаево-Черкесии полицейские общественники устроили для детей из Луганска и Донецкой народных республик спортивно-развлекательное мероприятие. На территории лесопарковой зоны базы «Усадьба» были открыты несколько площадок для познавательных игр, где каждый ребенок нашел себе развлечение по вкусу. Совместно с волонтерами ребята посетили аттракционы веревочного парка. Для любителей подвижных игр были сформированы команды, которые соревновались в волейболе и футболе. Полицейские подготовили викторины и кроссворды на знания прав и обязанностей законопослушных граждан, а также провели с детьми урок «Твоя пятерка безопасности», где рассказали о правилах безопасного поведения на улицах и в сети интернет и о том, как не стать жертвой преступлений. Детям объяснили, как следует себя вести, если к ним обращаются незнакомые люди, как реагировать на их предложения и просьбы, как и к кому нужно обращаться за помощью в таких случаях. Председатель общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии Мария Атабиева провела для ребят психологические тренинги на сплочение коллектива, а также на формирование у подростков навыков стрессоустойчивости. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, днём в горах, кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха 28-33 градуса тепла. В горах местами до плюс 28. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 32 градуса. Реклама Индустриальный технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, авто-гридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Только до 4 сентября в Кисловодском цирке новая грандиозная шоу ГИИ и рация «Песчаная сказка». Код города 87937-296-58, категория 0+. Это все основные новости Карачаева-Черкесии. К этому часу с ними вас знакомила Руфина Ковалева. Вы слушали Радио России. Карачаева-Черкесия.